Добрый день! Сегодня мы на православном канале Экзегет продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей. В частности, один из них задает вопрос о том, кто такие древнегреческие боги. Существуют ли они сейчас или это просто демоны? Что это за существа и как к ним относиться? Действительно, наша культура во многом так называемая классическая, построена на знакомстве с древнегреческой мифологии. Достаточно прийти в любой музей, который содержит произведения изобразительного искусства, и вы непременно там наткнетесь на большое количество мифологических сюжетов, почерпнутых именно из мифов Древней Греции. Вы видите изображение древнегреческих богов. В том или ином виде мы до сих пор делаем в своей жизни какие-то отсылки к этой классической культуре, которая когда-то, в общем-то, владела умами, начиная с эпохи Возрождения, которая была, собственно, возрождением античной эстетики, античной культуры, интересом к античной литературе. Не случайно, например, одним из таких важных источников по мифологии Древней Греции являются так называемые ватиканские мифографы, то есть сборники мифов, которые хранились в Ватикане и активно использовались художниками эпохи Возрождения для того, чтобы иллюстрировать вот какие-то такие мифологические сюжеты, мотивы. Достаточно взять какую-нибудь книгу, ну, например, чтение даже такого известного романиста, как Александр Дюма-старший, вызовет у вас наверняка множество вопросов о том, кто такие все эти древнегреческие персонажи, которым постоянно упоминаются Дюма-старшим в его произведениях. Ну, это имеет отношение и к творчеству очень многих других поэтов. Наши русские поэты отдали и писателю свою дань восхищению Древней Греции, ее мифологии, ее культуры и каким-то вот таким вот образом, которые оттуда подчеркнуты. Поэтому, в общем-то, как читалось, общее хотя бы знакомство с древнегреческой мифологией является отличительной чертой любого, ну, образованного человека, поскольку оно дает возможность такому человеку быть сопричастным вообще культурному наследию и золотого века, как сейчас считается культуры, и эпохи возрождения и античности. Вот знакомство с богами Древней Греции, да, вот казалось бы, это такая неизбежная обязанность любого человека, который надеется причислять себя к сообществу тех, кто гордо носит имя культурного и цивилизованного. Но при этом кто же такие были эти самые действительно древнегреческие божества? И вот здесь, конечно, постараемся, ну, так вкратце хотя бы немного обрисовать картину, которая на самом деле является далеко не столь простой и не такой уж на самом деле идиллической и прекрасной, как это рисовалось тем авторам, которые увлекались культурой Древней Греции и старались привнести ее в быт и в жизнь. Несмотря на то, что совсем еще сравнительно по историческим меркам недавно христианство выдержало, ну, такой смертельный и в полном смысле кровопролитный бой с наследием этой античной культуры, с ее проявлениями для того, чтобы иметь свободу и право исповедовать Бога истинного, единого Бога и воплотившегося Слово Божие Господа нашего Иисуса Христа, не смешивая его с прочими богами в пантеоне древних эллинов, как этого не хотелось и как это предлагали христианам неоднократно, и совершенно четко, жестко и последовательно разграничивая веру во Христа и веру вот в этих древнегреческих богов, которые являются совершенно несовместимыми друг с другом. И вот когда мы обратимся к, собственно, истории древнегреческой религии, это, конечно, огромная тема, и мы вот только самыми краткими, может быть, чертами ее обозначим, то мы, безусловно, убедимся в справедливости выражения Священного Писания, которое говорит, что все боги язычников – суть бесы. И действительно это так. За вот этим вот фасадом утонченных, образованных и могущественных, величественных олимпийцев, на самом деле скрываются все те же жестокие, злобные существа, которые с удовольствием правят человеческим миром, наслаждаются его страстями и находят свою пищу в этих человеческих страстях. И вообще говоря, вот дело в том, что всю историю древнегреческой религии, на самом деле древние греки все время пытаются этих своих богов каким-то образом облагородить, каким-то образом приспособить к их меняющимся представлениям о нравственности, которым эти боги, ну, никак соответствовать не хотят. Ну, потому что в действительности древнегреческие боги – это порождение очень таких древних времен. Само ядро древнегреческой религии относится к самым таким древним и жестоким культом, культом плодородия, культом общения с духами, с их различными какими-то такими проявлениями. И это, конечно, была очень такая сама по себе жестокая культура, которая лишь на первый взгляд может показаться миролюбивой, человеколюбивой, как это показалось, например, сэру Артуру Элансу, который впервые раскопал дворцы древнего Крита. Живопись этих дворцов, Кносского, например, дворца, настолько впечатлила археологов того времени, она была настолько яркой, свежей, прекрасной, жизнерадостной, что у них возникло ощущение, что и вообще культура древнего Крита была как раз-таки такой – человеколюбивой, жизнелюбивой, радостной, яркой и сочной. Одну из знаменитых фресок, которые настолько ярко изображают лицо женщины-критянки, которая жила практически четыре тысячи лет назад, даже прозвали парижанкой. Настолько она напоминала вот своими чертами современных сэру Артуру Элансу, жительниц Парижа. Ну и прочие сцены, в которых атлет жизнерадостный, легко перепрыгивает через летящего на полном скаку быка или происходят какие-то другие спортивные состязания и соревнования, принимали вот за такую спортивную, здоровую и жизнерадостную культуру. Но последующие археологические открытия позволили увидеть картину, конечно, совсем в другом свете. Были обнаружены многочисленные свидетельства того, что древний Крит и также Минойская, Меккенская цивилизация широко практиковали человеческие жертвоприношения. Было даже, например, обнаружено тело юноши, лежащего на жертвеннике с бронзовым кинжалом в груди. То есть, вот какая-то, по всей вероятности, эта катастрофа застала как раз-таки в момент совершения жертвоприношения, и останки его сохранились в том виде, в котором были принесены на алтарь. Более того, были вскрыты факты того, что древние кретяне не брезговали каннибализмом жертвенным. Более того, по всей вероятности, приносили в жертву своих детей обнаружены фрагменты детских костей со следами разделки тел для употребления в пищу. Ну и вот вскрылось огромное количество вот таких вот реалий жизни этих древних народов, которые говорят о том, что, в общем-то, все это было совсем не столь цивилизованно, прекрасно и утонченно, как пытались представить романтически настроенные исследователи прошлого. Те же самые тавроболии, то есть состязания с быками, которых, как казалось, так легко атлеты перепрыгивали быков, тоже, как выясняется, являлись одной из форм практиковавшихся тогда жертвоприношений. Ну, либо атлеты, показав чудеса своей ловкости, умудрялись убить и уничтожить этих быков, и таким образом приносили их в жертву, либо жертвами становились сами атлеты не столь удачливые, как те, которые нашли свое отображение в росписях Кноцкого или других критских дворцов. Сохранились и более реалистичные изображения этих тавроболий, на которых быки терзают неудачливых атлетов, поднимают их на рога, разрывают их своими копытами. И, в общем-то, это было вот такой формой состязания, в которой жертвой являлся либо атлет, либо бык. Ну, собственно говоря, прямым наследием этой древней средиземноморской традиции тавроболий, то есть таких ритуальных сражений и убийств быков, ну, до сих пор являются всем нам хорошо известные испанские кориды. Это как раз-таки наследие вот той древней средиземноморской практики, жестокое наследие, которое сохраняет его такие жестокие черты. Отмечают, что древние божества Крита, их изображение, это, как правило, изображение женщин. И в основном, как убеждаются ученые, кретяне, судя по сохранившимся изображениям, почитали именно богинь плодородия, богинь земли, и именно женская часть их пантеона отвечала и за морских существ, из-за мореплавания, и за лесных существ, из-за всевозможных зверей, и за плодородие, и за возрождение и постоянную смену такого вот жизненных циклов. Но на самом деле, по всей вероятности, мужские божества просто находили у кретян другие формы. Наиболее древние распространенные из них — это бык и змея. И бык и змея являются как раз таки такими мужскими символами плодородия, которые очень часто принимают древнегреческие божества. Поэтому самые древние легенды, например, о Зевсе, которого, кстати, все греки местом рождения, происхождение которого считали Крит, это как раз таки его явление в виде быка. В виде быка он, например, похищает Европу, в виде змеи. Древнейшие мифы говорят о том, что Зевс в виде змеи спускается в подземное царство, там соуккупляется с Персифоной, и от этого соуккупления рождается знаменитый бог виноделия Дионис. Но на самом деле, конечно, мы можем достаточно долго и подробно рассказывать все вот эти истории древнегреческого культа, в которых было место ну всему — и ритуальным шатуприношениям, и ритуальным совокуплениям, в том числе в храмах, и храмовой проституции, и всевозможным другим подобного рода явлениям, и достаточно страшным всяческим там мистерием, таинством, прорицанием, оракулом и так далее. То есть это картина жизни, в которой человек очень близко контактирует и постоянно входит в общение с богами. У богов узнает их волю, под их руководством пытается строить свою жизнь, и жизнь — это приобретает такой достаточно жестокий характер. Вот с развитием вот этих культов, с развитием вот этого почитания возникает образ вот этой цивилизации древнегреческой, в которой центральной фигурой становится воин. И, собственно говоря, вся суть, все содержание этой цивилизации сводится к такому постоянному ведению войн всех против всех, к такой воинской доблести, к воинской славе. Война становится такой формой тоже языческого жертвоприношения, когда враги убиваются во славу богов и являются своего рода таким тоже жертвоприношением, приносимым на алтарь языческих божеств. Это культура, которая включает в себя постоянное вот такое вот любование воинскими добродетелями, воинскими совершенствами. Она включает в себя использование боевых психостимуляторов, то есть каких-то наркотических таких веществ, которые у греков известны под именем амброзия нектара, и являются аналогией древние индийских, арийских племен, которые почитали бога и в то же время наркотический напиток сому. По всей вероятности, ту же практику приносят с собой и волны греческих переселенцев, которые во втором тысячелетии активно заполняют собой Балканы, острова Средиземного моря, заселяют в том числе и Крит, где уже до них живет до греческое население, как и на Балканах. Эти племена известны нам под именем ахейцев, дарийцев, ионийцев и иолийцев. И вот они-то, собственно, и закладывают тоже такое дальнейшее развитие древнегреческой цивилизации, началом которой послужила культура Крита. И они-то и исповедуют вот этих достаточно жестоких богов, которые постоянно сражаются и друг с другом, и вместе с теми воинами, которыми покровительствуют, что отражено в Илиаде и Одиссеи и Гомера. Каждый, кто взял на себя труд прочитать и познакомиться с содержанием этих эпических памятников не в каком-то таком кратком пересказе для детей, а в полном виде, убеждается в том, что это на самом деле невероятно жестокое чтение. Чтение, прямо скажем, не для детей, в котором зачастую во всех подробностях описываются сцены жестоких убийств людей друг к другу, в которых боги принимают самое непосредственное участие и зачастую даже спускаются для того, чтобы сражаться вместе с войсками тех племен, которым они оказывают покровительство. Сами олимпийцы делятся на партии, и тоже, в общем-то, готовы так противодействовать одна партия другой. Ну, как сказал Господь, царство, разделившееся само в себе, не устоит. И действительно, вот эта блистательная древнегреческая культура в какой-то момент подвергается разрушению, обрушению. В XII веке совершается так называемая катастрофа Бронзового века. И в течение наступивших за нею так называемых темных веков античности происходит полная такая перезагрузка древнегреческой цивилизации. По всей вероятности, те племенные союзы, те государства и то население, которое приходит на смену микенцам, минойцам, кретянам, осознают то, насколько опасным был путь, по которому двигались их предшественники. И вот эти жестокие мифы и вот те жестокие представления, которые существовали в предшествующую эпоху относительно этих древнегреческих богов, действительно в полном смысле таких демонов, они начинают подвергаться такому редактированию, начинают смягчаться, облагораживаться. И вот всю последующую историю, начиная с Гомера, с Гесиода и прочих мифографов с древнегреческого лирика Пиндара, мы видим, что греки стыдятся своих богов в том виде, в котором они их унаследовали от своих жестоких предков и предшественников. И они всячески пытаются опровергнуть неудобные версии мифов, как-то заменить, перетолковать их, дать им такое объяснение, которое отвечало бы тому намного уже более миролюбивому устроению, в котором греки этого времени, ну то есть уже Железного века и времени Гомера, то есть с 8-го, 7-го и более близких к нам уже веков, постепенно приходили и пребывали. То есть несмотря на то, что они продолжали вести войны, но не было такой вот идеологии, как бы войны ради войны как таковой, и сами нравы у этих людей, которые уже ведут оседлый такой образ жизни, они постепенно начинают смягчаться, облагораживаться, в свою лепту вносят древнегреческие философы, многие из которых вообще начинают сомневаться в том, насколько те боги, которых им предлагают для почитания совершенны, и так ли уж они стоят того почитания, которое им приносят, одним из таких сомневающихся, в частности, был, например, древнегреческий мудрец Аристотель, другие же пытаются вот как-то, ну, действительно привести своих богов в соответствии с теми нормами нравственности, которые они уже исповедуют, что, в общем, становится довольно нелегкой задачей. Но как вы можете относиться, например, к божеству подородия, черты которого сохранил Зевс? Ну, бог подородия в том, собственно, его и задача, чтобы заниматься совокуплениями и таким образом постоянно каким-то, как-то вот стимулировать все живое к размножению. Поэтому тут либо приходится извинять его за такую имеющуюся у него слабость, не пропускать ни одной приглянувшейся ему особой женского пола и постоянно изменять своей благоверной супруге Гере, либо, в общем-то, как-то истолковывать это аллегорически. И постепенно древнегреческая мысль, особенно к тому времени, когда уже становится явным кризис язычества и на смену приходит христианство, начинает предлагать вот именно такое аллегорическое истолкование древнегреческих богов и мифов о них. Это довольно сложно, но это именно тот путь, которым шли неоплатоники, которым шел император Юлиан Отступник. Именно он пытался представить, в частности, древнегреческую религию как вот такое вот постоянное иносказание, а все древнегреческие мифы предлагал именно изъяснять как вот такую борьбу материального и духовного страстей и добродетелей. Ну, то есть, с пришествием христианства древнегреческим мыслителям-язычникам пришлось как-то вот подтягивать под высокие нормы христианской нравственности, те, ну, совсем не вписывающиеся в них уже представления о своих этих древнегреческих богах, которые им достались вот с таким большим багажом по наследству. Ну, вообще, надо сказать, что эти древнегреческие боги являли собой очень пеструю картину. Помимо того вот худо-бедно-сколоченного пантеона, который нам оставили такие мифографы, как Гомер и Гесеот, на самом деле было очень много еще каких-то местных, локальных божеств, которые зачастую очень сильно отличались между собою. Ну, например, Артемида, богиня Артемида в представлении Гомера — это девственница, сестра Аполлона, хозяйка лесов, любительница охоты. А в то же время та самая Артемида Ефесская, в покушении на которую в свое время обвинили апостола Павла, ну, это совсем другая фигура, если вы на нее посмотрите, с ней ознакомитесь. Это какое-то такое женоподобное существо с числом грудей, превышающим любую свиноматку-отличницу. То есть это просто какое-то такое вот невероятное количество грудей, которыми она кормит всю Вселенную. И совершенно понятно, что это никакая не девственница и любительница охоты, а какое-то местное малазийское божество плодородия, ну, которого тоже попытались греки, собирая все на своем пути встретившиеся, вот присоединить к почему-то к какой-то богине Артемиды. И вот этот процесс, который происходил вообще в истории Греции, ну, на протяжении всего продолжительного ее периода. Дело в том, что греки, встречаясь с какими-то божествами, покоренных ими территорией, они просто объявляли местных богов проявлениями своих же божеств. И таким образом в совершенно далеких от изначальных греческих Балкана местностях появляются свои культы, свои святилища древнегреческих богов. И мы с вами встречаем место рождения Пана у истоков Иордана на горе Ермон, в земле обетованной. Мы встречаем камень Ариадны у также города Святой Земли Яфы, того города порта, куда пребывали паломники, и где даже вплоть до сегодняшних времен указывают вот этот камень Ариадны, который, по всем понятиям, эта скала должна находиться в тысячах километрах от этого места. Ну, то есть вот эти все легенды, они расцвечивались местными красками, переносились, обретали свою новую жизнь в тех новых областях, куда распространялась эллинистическая культура. И, в общем, это был такой вот котел, в котором постоянно варилась греческая мысль, которую нужно было, с одной стороны, собрать воедино всех местных богов, с которыми они встречались, с одной стороны. С другой стороны, нужно было как-то придать более человеческий, благородный характер тем представлениям о богах, которые они получили в наследство от своих предков. И все вместе это представляло из себя очень такую непростую задачу, с которой, надо сказать, греки справлялись с трудом, поэтому было много таких вот каких-то и выступлений против культов разных богов, и внутренней какой-то борьбы, когда одни боги спускались с высоты своего почитания и низводились до каких-то таких нишек мифологических существ, другие, наоборот, возносились туда, в тот пантеон, в котором прежде им не было места. То есть это такие вот очень сложные процессы, которые состояли в том, что вот это первоначальное почитание демонов, которое приобретало черты организованной религиозности, постепенно переосмыслялось и пыталось каким-то образом вот каждый раз, с каждым веком приспосабливаться к требованиям каждой новой эпохи. Но по сути, по своей, древнегреческие божества, кем бы ни они были, какие бы наслоения, какие бы напластования не пытались мыслители той или иной эпохи уже нанести на вот этот вот изначально совершенно демонический их дикий облик, пугающий облик. Тем не менее, по своей сути, конечно, они остаются тем, о чем нам и говорит Священное Писание, теми же самыми бесами, как и все любые другие языческие божества. Как их не обогораживай, какие им не придавай черты, как не оккультуривай их. Ну, мы знаем, что бесы могут явиться и в образе Ангела Света. И сейчас, конечно, идет постепенно такое вот возрождение вот этих ценностей. Началось оно еще в эпоху Возрождения, о которой мы говорили. Затем продолжилось в эпоху преклонения перед всем классическим. Сейчас мы возвращаемся опять к вот этим самым первоначальным диким формам язычества, когда человек обожествляет свои собственные страсти, предается этим страстям, начинает им служить, поклоняться без каких-то нравственных преград, которые веками ставило на этом пути человеческой душе христианство, пытаясь возвести человека в ангельское достоинство, в то достоинство богоподобия, которым призвал его Господь наш Иисус Христос. Ну, а древнегреческие боги и те бесы, которые представлялись в тех многоразличных видах, которые на самом деле далеко, как мы уже сказали, превышают своим разнообразием, многообразием знакомый нам по пересказам мифов Пантеон, могут и сейчас являться хоть в любом современном виде, хоть в виде древнем. Интересный рассказ приводит такой очень известный религиовед, исследователь мифов и религии Мирча-Илиада. Он повествует о таком последнем известном явлении богини Деметры, богини Плодородия, которую почитали древние греки. Как известно, ее святилище находилось в Элевсине. Это небольшой городок, расположенный между Афинами и Каринфом. И вот в 1940 году в автобус шедший из Афин в Каринф, на одну из остановок вошла пожилая женщина и ссохшая, но с таким необыкновенно, как вспоминают, живыми глазами. Однако у нее не оказалось денег для того, чтобы доехать до нужной остановки. И кондуктор сказал, что ей нужно сойти на следующей остановке. А следующей остановкой как раз был этот самый Элевсин. И вот когда кондуктор начал саживать женщину с автобуса в этом самом Элевсине, то пассажиры как-то все-таки ее пожалели, вступили за нее и предложили собраться, скинуть денег, чтобы оплатить ей билет. И старуха обвела их такими гневными глазами и сказала, это нужно было сделать с самого начала, но поскольку вы такие эгоисты, то земля не даст вам больше своих плодов и вода также перестанет питать вас. И после этого эта необычайная старуха исчезла в том самом Элевсине, где когда-то явилась и где когда-то учредила свои знаменитые Элевсинские таинства. Вот в таком виде обличающем казалось бы человеческие недостатки явилась эта якобы древнегреческая богиня Деметра в 1940 году. История, надо сказать, конечно, в последующие она оправдала те грозные обличения, с которыми возникла из прошлого эта некогда столь почитаемая в Элевсине богиня. Действительно, в скором времени Греция была завоевана германской итальянскими силами, отдана во власть Муссолини, и, как говорил Гитлер о положении греков, что Муссолини ограбил их так, что у них не осталось даже шнурков для того, чтобы на них повеситься. Ну, действительно, от голода в Греции, от того голода, который произошел по причине ограбления, регулярного ограбления итальянцев греками во время Второй мировой войны, в Греции умерло больше миллиона человек, и, конечно, Греция претерпела такие страшные наказания, но, что называется, если дьявол может явиться и в образе света, то ничего удивительного, что здесь, для того, чтобы привлечь внимание к древним культам, которым когда-то греки поклонялись, он принимает здесь и образ этой древнегреческой богини, которая возвещает якобы такие даже нравственные и правильные вещи, но это, в общем-то, не редкость для любых таких языческих культур, в которых человек привлекается и внешней красотой, и плодами образования, которые эти культуры несут, и какими-то прочими, в том числе, даже нравственными достижениями, которые присутствуют, безусловно, в любой религии, однако все равно неважно, так сказать, благодаря чем привлекает человека дьявол к служению и поклонению себе, какие бы даже прекрасные драгоценные плоды не расточал он, все равно суть и основа всегда остаются прежней, поэтому мы с вами если даже и найдем нужным ознакомиться с наследием этих древних культур, цивилизаций, ознакомиться с представлениями древних греков о своих богах, ознакомиться с их мифами, если считаем для себя необходимым разбираться в всевозможных вот таких проявлениях в культурном наследии вот этих древних античных классических представлений, тем более понимаем своим сердцем, тем не менее и продолжаем исповедовать и признавать, что нет другого бога, кроме Пресвятой Троицы, нет для нас другого спасителя, кроме Господа нашего Иисуса Христа, ну, а все остальные вот эти вот культурные или бескультурные проявления древних цивилизаций могут быть любопытны, могут быть интересны, но ни в коей мере не спасительны для человеческого духа и не ведут его к вечному спасению и к жизни вечной и не возводят падшего человека к тому ангельскому достоинству, которые утратили те самые бесы и демоны, какие бы формы в разные века и у разных народов они не принимали, выдавая себя за всевозможных божеств и совершая всевозможные чудеса и силы для обольщения разума падшего человека. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...